Проблемы таксомоторных перевозок заинтересовались на самом высоком уровне. В минувшую пятницу в аналитическом центре при правительстве Российской Федерации прошло обсуждение вопросов транспортного обслуживания населения легковым такси и осуществления контроля в этой сфере. От таксистского сообщества, представителей профсоюзов и объединений перевозчиков из различных регионов страны. От власти руководитель дирекции экономики транспорта аналитического центра Михаил Низов, заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин и депутат Госдумы Александр Старовойтов. В первую очередь на повестке дня вопрос о новом законе в сфере такси. Какие именно поправки транспортное сообщество, представители полномочных органов, которые присутствуют здесь на этом мероприятии, готовы предложить Государственной Думе второму учтению? Потому как если мы с вами опять же на весу в ближайший период ограничимся лишь концептуальными заявлениями, резолюциями, то поправки будут, к сожалению, приняты, поданы и нами, и приняты в соответственных лесах фактически нашего участия. Отдельной строкой в новом законе стоят поправки, касаемые так называемых служб заказа такси. В столице, как и в других регионах, эти игроки захватывают рынок перевозок. Диспетчерская служба, она должна, если она не несет капитальных затрат на бизнес, если она не несет фундаментальных затрат на бизнес, она не может быть в этом бизнесе играть ключевую роль и диктовать условия. Так быть не должно, все прекрасно понимают. Дмитрий Пронин привел пример. В Москве 15 таких служб. Департамент транспорта решил подписать с ними соглашение, согласно которому службы обязуются обеспечить отсутствие у себя нелегалов. Согласие дали всего три компании. А значит, несмотря на все законодательные инициативы, нелегалы по-прежнему во главе угла. 20 лет отрасль не регулировалась. 20 лет были какие-то просто направления. Не было ни правил, ни ответственности, ничего. 20 лет был пробел. Давайте считать, что мы вычеркнули из отрасли такси 20 лет. В Москве было 19 таксопарков. Было 21 тысяча таксомоторов в 1991 году. Все, нет ничего государственного. Все частное. Нововведения в отрасли напрашиваются уже давно, но в основном в крупных мегаполисах. В Москве, например. При огромном количестве различных служб необходима единая сетка тарифов и квоты. Административный ресурс для наведения порядка в отрасли. Однако для остальных регионов этот путь не обязательно единственно верный. Как и единый цвет, это скорее потребность миллионников. Действительно, в регионах, в субъектах квотирование не нужно. Если есть населенный пункт, в котором есть, я не знаю, тысяча жителей и 100 автомобилей и такси, если кто-то вдруг знает, зачем там что-то ограничивать, зачем там вводить цвет, зачем там вводить тарифы. Там тарифы регулируют уровень зарплаты и тысячи жителей. Вот кто главный регулятор тарифов. Конечно, не нужно нести околисицу и говорить бред о том, что нужно везде и повсеместно делать все одинаково. Но мы все здравые люди, все уверенно понимаем, что мы делаем. Так вот, в Москве тарифы с ментальностью, с уровнем миграции, с маятниковыми сообщениями из Московской области, с нелегальными таксистами, со всей этой машиной тарифы нужны. Каждый муниципалитет вправе сам для себя выбирать правила игры. Главное – уделить сфере внимания и заполнить многочисленные белые пятна в законодательстве. На сегодняшний момент у нас и закон, который уже есть в редакции 34 ФСЗ, 69 ФСЗ, и устав автомобильного транспорта существующего, на самом деле очень устаревший, уже по большому счету требует серьезного вмешательства и серьезного изменения, по большому счету. И тот законопроект, который сейчас находится в рассмотрении Государственной Думы, и ожидается нового чтения. Все эти нормативные документы, они на сегодняшний момент абсолютно не дееспособны, ни сейчас, ни в перспективе. Их очень срочно нужно вырабатывать. Иначе мы с вами увидим просто абсолютный крах отрасли в ближайшее время. Это уже оно идет, это уже механизм этого развала, оно запущено. Проблема такси не из легких. Регулировать ее, да еще и чтобы при этом не пострадали ни перевозчики, ни их клиенты, сложно. Поэтому результатом круглого стола, помимо резолюции, которая будет направлена руководству страны, должно стать создание рабочей группы, в которую смогут войти многие из присутствовавших на заседании экспертов в отрасли такси, чтобы мнение профессионального сообщества было услышано. Наталья Гутарина, РТВ Иваново, Москва.